Таможня давит на помогаечный бизнес. Эконом-туристам урезали порог беспошлиного ввоза товаров для личного пользования. В Россию теперь можно взять с собой не полсотни килограммов, как было раньше, а только 25. Да и стоимость покупок не должна превышать 500 евро. За превышение нормы ввоза придётся заплатить 30% от стоимости и не менее 4 евро за один лишний килограмм веса. Данные изменения вступили в силу для цели того, чтобы ограничить всё-таки незаконное перемещение товаров через таможенную границу, чтобы избавиться от серого импорта, для того, чтобы в цели повышения таможенных платежей для поступления в бюджет. Нередко физические лица перевозят через границу коммерческие грузы под видом личных, что является нарушением закона. Категорию товара определяет рентген-лента и инспектор на таможенном пункте. Пары, подлежащие письменно декларированные в Союзе, запрещенные, ограниченные, лекарственные, парады, алкоголь, табачные. Багаж должен не только соответствовать нормам, но и принадлежать человеку, который перемещает его через границу. Хозяину придётся доказать, что покупки сделаны для личного пользования. Снижение порога без пошлинного ввоза для туристов роли не сыграло, да и количество помогаек не уменьшило. Разве что приобретения стали легче и дешевле, но 25 кило и 500 евро по новым стандартам туристам хватает вполне. У меня 25 кг, дело в том, что мы ездим с семьёй, я может, не знаю, может кому-то не хватает, но в принципе семью одеть вполне. Поехали погулять, отдохнуть, немножечко прикупить подарков одежды и стратили. В районе 15 тысяч багажа в итоге меньше 20 кг. Нам хватило. В основном люди покупают одежду, мелкую бытовую технику, инструменты, алкоголь. Нормы по стоимости без пошлинного ввоза практически не нарушаются. За 2019 зафиксировано 6 фактов превышения весовых квот, за которые физические лица суммарно заплатили более 14 тысяч рублей. Продолжение следует...